Здравствуйте, дорогие радиоуслушатели! Добрый вечер, добрый вечер! — Ну, конечно, вы помните, что значит решение, скажем, Сталин в 1941 году. Не хотел слышать каких-то там людей, которые докладывали ему, что Гитлер нападает. Я вот читал специально такие работы, где описывает, как вел себя Кирпонос, который был командующим одним из главных направлений в это время. И там просто какая-то безумие, интриги, перекладывание ответственности на других, какая-то безумие. Да, решение принимает первое лицо. Хотя директиву Путин писал 18 января этого года, но, тем не менее, окончательное решение, нападение, это, конечно, принимает верховный главнокомандующий. Может быть, это путал людей в мире, не знаю. Но, понимаете, военные эксперты рассматривают только по факту. Это по Писмарку. Писмарк говорил, что мне неинтересны ваши намерения, мне интересны ваши возможности. И, конечно же, если мы говорим о том, что была вот такая огромная концентрация войск, которые выдвигались на какие-то позиции, то, да, конечно, военные эксперты делали вывод, что скоро будет нападение. И, конечно, оказались правы. Хотя последнее, конечно, вот это решение, это Путин, конечно, лично принял. И здесь тоже чуть-чуть, может быть, люди не понимают, что вот его окружение не совсем, как бы, понял эту ситуацию. Потому что, конечно же, Путин решил, что он держит, как бы, вот это последнее свое решение, как бы, секрете путать людей. И думал, наверняка, что это вот эффект неожиданности ему что-то дает этой войне. Но, на самом деле, это вело путаницу, как бы, голову верховных правителей России. И, фактически, когда Путин дал директиву, все-таки не директиву уже, а прямой приказ нападения, они не очень были готовы к этому. Если мы смотрим логистику российских войск в этой войне, ну, она почти отсутствует. Значит, что-то не были готовы. Не были готовы, это, как бы, очевидно. Но так бывает, конечно. Видите, если мы приведем параллели там в 41-м году, то что-то такое сумел создать и Сталин, такую путаницу. Потому что враг был у ворот, а он, как бы, говорил, не верю. А если даже, как бы, уже дали какие-то огромные карты ему руки, что враг завтра нападает, он все равно мешал военным принимать правильные решения. Ну, и, думаю, здесь тоже, видите, логистика отсутствовала. Хотя, как бы, сопротивления со стороны украинских войск первых дней не было. Российские войска перешли, как бы, без сопротивления границы. Но, тем не менее, мы видим, что логистика не все в порядке. Нету ни топлива, нету еды. И поэтому это, как бы, выглядит, как орда, которая, там, направилась в сторону Украины. Ну, такие вот вещи бывают. Арде, давайте начнем, как бы, в причинах. Вы давным-давно и профессор Соловей говорили о том, что Путин серьезно болен. Давайте так, выберем такую среднюю формулировку. Очень серьезно болен. Мне кажется, что вы даже начали более ранее, более до профессора Соловья. И многие, как мне кажется, относились к тому, что вы говорили, иронично. Давайте мы скажем все-таки, насколько Путин серьезно болен. И какие, да, имеются под основанием. И от этого были основания принять вот такое решение о вторжении в Украину. Да, конечно, вы абсолютно правы. Его нынешнее состояние, конечно, играет очень большую роль. Как бы, вообще, как бы, всех его действий в последние годы. Но Буллин, он давно один из руководителей Российской Федерации. Я просто знаю слухи. Я говорю так, как один из высших руководителей Российской Федерации мне говорил. Что у него был рак 2003 года. Это лечили. Ну, как бы, говорят, удачно как бы лечили. Но понятно, что если мы смотрим последние картины, вот, все-таки это не скрыть. У него, как бы, очень тяжелая проблема иммунитета. А это обычно есть, когда лечат вот рак и какие-то другие болезни. Они снижают иммунитет, чтобы бороться против этого рака. Это обычно современная методология, чтобы это все, как бы, добиться. И поэтому, как бы, то, что, как бы, он болен, скажем так, как бы, определенного круга, как бы, и не было никаким секретом. Что он болен и серьезно занимается его здоровьем. Дело в том, что... Но как скрывать информацию? Видите, понятно, это президент. Есть огромные, как бы, возможности, средства. И, конечно же, они искали по всему миру, по всему миру, всякие новые технологии, чтобы этому больному помогать. Кто занимался этим делом? Роман Аркадьевич Абрамович. Конечно же. Просто смотрите, с какими лицами Абрамович обращался все эти годы. С кем он вел, как бы, какие-то дела в области медицины. И с кем он занимался. Но я когда-то вот говорил, что там, скажем, люди из Америки, которые занимались вечной жизнью, вечной молодостью, но не только, конечно же, но именно вот таких областей, которые нужны для раковых больных. Так что сказать, что где-то там уж очень большой секрет, никогда не было никакого секрета. Вы даже можете рассматривать, вот, просто брать там, как бы, открытую информацию о ученых, о врачах, которые обслуживают Гремлевскую больницу там. Кто эти люди, чем они занимаются. Ну и вы видите, кому дают какие-то деньги там и так далее. Сразу понятно, что это все связано с здоровьем Владимира Владимировича Путина. Но как можно отрицать факт? Игорь Путин, родственник Владимира Владимировича, врач, который является вице-руководителем «Газпрома», и дочь Владимира Владимировича, Мария Владимировна Воронцова, они строят сейчас, за счет, конечно, «Газпрома» и его дочерных предприятий, огромный, огромный онкологический центр в Ленинградской области. Как мы можем это, как бы, не видеть это? Это факт. Или, скажем, Владимир Владимирович сейчас строит огромный комплекс Новогорёва, где тоже огромный медицинский центр, и явно там занимаются онкологическими проблемами. Как мы можем это отрицать? Это факт, это все, как бы, известно. А в какой стадии, вы считаете, находится его болезнь? И вы считаете, что психологически он очень неустойчив в стадии лечения, да? Ну, понимаете, конечно, его здоровье – это секрет, но даже сейчас уже российские эксперты, которые должны были находиться под очень сильным давлением, скажем, Академии Кундаров, но он же, как бы, говорит, он говорит, что я не даю диагноз. Я вам опишу, как бы, все эти приметы, которые я вижу, и даю от этого оценку, как бы, что там происходит. Так что все видят, все знают, что он нездоровый человек, и мы имеем очень много материала. Мы имеем такой материал, он встречается, там было наводнение Сибири, он встречается с этими бедными людьми, которые там пострадали. Есть вид аренды, вы можете это посмотреть. Человек явно под какими-то веществами. Его поведение, конечно, это не поведение здорового, нормального человека. И понятно, вы видите, если мы говорим, что, вот еще раз в фактах, российские журналисты неоднократно были свидетелями как бы ситуации, где у Путина были сильные болевые ощущения. Прямо при публике, конечно. Так что пришлось его отвезти. Скажем, в 2019 году ради Санславянского он встречался с оригархами. И охрану пришлось его увезти. Потом начались просто дикие боли у него. Еще раз был такой эпизод. Где-то там он в прямом эфире даже РТР дал какие-то награды. И тоже пришлось его отвезти в связи с тем, что у него начались сильные боли. Есть кадры встречи с Меркелем в Санкт-Петербурге, где его язык заплетается. Почему? Что случилось? Почему он не может ничего говорить уже? Ну, потому что, конечно же, ему дали обезболивающее. И просто язык как бы не слушался уже его. Таких фактов много. Это не является спекуляциями. Просто это как бы то, что есть. И так ему дают сильные, более утоляющие. Может быть, может быть, еще больше что-то дают. Мы не знаем. Но шутка-то, вы видите шутку в интернете, что Шуигу подарил Путину какие-то травы, алтайские травы. И что он пьет эти травы. Ну, это то же самое. Это успокоительные, полеутоляющие средства, конечно. Так что у него дикие боли. И снимают как бы вот этими всякими средствами. Но вы же понимаете, что это, но если не наркомания, да, то, конечно, зависимость сильная. Так что это читать нормальным, что есть такой президент ядерного государства, это ненормально. Это ненормально. Но вот эта ситуация такая есть. И, конечно же, утверждать, не как бы утверждать, что нет, нет, это ничего не влияет на ее психологию, поведение и так далее. Но мы-то знаем, есть достаточно практика, что, конечно, это все влияет на человека. Там, мы знаем, что дали, там, скажем, Гитлеру во время войны, да? И училась этим Гитлером, как он выглядел в конце войны. Так что нет, все-таки мы имеем дело больным человеком, который дает какие-то вещества, и это влияет на его поведение. Это очевидно. Но держать такого человека на посту верховного главнокомандующего президента просто безответственность, конечно. Великая держава не должна допустить такой ситуации. Арно, вот многие зарубежные политологи и военные специалисты говорят о том, что Россия, будем говорить, Путин и военное руководство недооценили ситуацию в Украине, недооценили украинский народ, недооценили украинскую армию. А как вы думаете, с чем это связано? Ну, вот я говорю, что многие даже не верят такой ситуации, что не может такого быть, что вот один человек все решает и поставить всех перед фактом. Но так именно в России случилось. Путин, старый, конечно, там, когибист, хотел, как бы, держать все в секрете. Это значит, конечно, то, что многие мероприятия, которые нужно было вести перед войной, не были сделаны, потому что хотели держать, как бы, режим секретности. Но тогда вы получаете такой результат, какой есть. Вы видите ситуацию, что мы же видим, что понятно, что российской разведке не удалось переманить почти ни одного руководителя Украины, ни одного там местного руководителя, чтобы там облегчить задания российским войскам. Я видел просто, что украинская разведка даже смеется, что дали где-то там с 2014 года 5 миллиардов долларов для подрывной деятельности в Украине со стороны России. Но результатов нет. Но вот нету и нету, конечно. И, к сожалению, как бы, радости, может быть, Украины, конечно, все-таки вот какие-то вещи были явно даже провалены со стороны российского руководства. Но это только один пример, конечно. Только один пример. Этих примеров, конечно, много. Как это все выглядело, как российские войска входили в Украину, какая-то Орда, которая... Ну, видите, есть такой закон войны, который хорошо описывает именно российскую армию. Что вот российская армия, когда движется, да, она разваливается прямо на дороге. Все разваливается, техника разваливается, люди бегают в лес и так далее. Но вот это мы и видим. И это связано в том числе тем, что явно не было достаточной подготовки к этой ситуации со стороны российских военных. Это удивляет, конечно. Вы слышите, там, Владимир Рудольф и Соловьев своим передачей каких-то экспортов зарубежных приглашают. Говорить с ними есть какое-то огромное разочарование в связи с этим военной операцией. Дело в том, что у русских, конечно, людей было такое представление, что у России как-то очень современная армия, там летают всякие там ракеты, и Украина просто не выдерживает даже дня. Но просто это не было так. Потому что, если мы смотрим, как это все выглядит с стороны российской армии, там не только мы видим, что все это не очень у них эта армия, но главное здесь то, что и подготовка не была нормальна. И это все связано с личностью Владимира Путина. Вы видите, что было только на днях Совет Безопасности Российской Федерации, и Путин очень нервничал, и после этого стали какие-то происходить изменения, конечно, в руководстве войске и так далее. Потому что, конечно же, это выглядит как такая импровизация. Ну, мы можем говорить, ну, как так? Там же были эти всякие там учения, там бесконечные, там планы были по поводу этого генштаба, там директиву делали, как бы, но это война. Что у вас конкретно? Это мы видим, когда вы как бы войдете войной в другую страну. И тогда оказалось, что как бы все не так прекрасно, как там в голове Путина было. И, конечно же, вот именно все прекрасное было в голове Путина. А реальность была совсем другая. Реальность была вот такая, что какая-то Орда идет, люди не знают, что они делают. Там, видите, какие-то люди идут в какой-то город, центральную площадь. Их там забирают. А я спрашиваю, где же я как бы подстраховку? Где же должны быть люди, которые за спином этих людей и как бы защищают их, если они туда разведку пошли. Но ничего такого не было. Но что это такое? Это как бы безумие какая-то. Но, видите, это и есть безумие, потому что уже погибают российские генералы. Генерал Герасимов погиб, погиб генерал Суховецкий погиб, это вся 41-я армия. Это как бы абсолютно не случайно. Конечно же, такой бардак, что генералы должны выдвигаться на какие-то позиции передовые, чтобы руководить деятельностью как бы этой ордой. Но что делать? И я говорю, что эта ситуация исключительно вина Путина, конечно. не случайно как бы это все так выглядит. Но, слава богу, конечно, Украине легче от этого. Хотя, конечно, это слово, конечно, не годится, потому что Украина, конечно, в дизельсном положении военном здесь не надо никаких иллюзий. Арния, а на ваш взгляд, кто в окружении Путина играет основную роль? Ну, видите, все, как мне, уже и смеются. Но увидели этого Николая Патрушева. Это важное лицо было сразу во время, конечно, ельцинского правления. Он был у нас и министром госбезопасности Карелии. Прежде всего, как бы ранее работал в Петербурге, конечно, на важный постах. Потом он сразу оказался в центральном аппарате федеральной службы. безопасности. И, конечно же, получил, как бы, все во время Путина. Там и директор ФСБ, и секретарь Совета Безопасности. В чем-то юморно. Все заметили, что и Николай Патрушев болен. И серьезно болен. Конечно, мы не можем сказать, что с ним, конечно, какая у него болезнь. Об этом нет информации. Но последние видеосъемки точно показали, что человек тяжело болен. Ну, представляете себе, окружение Путина. Там исключительно пенсионного возраста люди. Сочем это все? Сочем, как бы, если мы говорим о государстве, там видеть этот Китай, у них же подготовлено. Там третье поколение, четвертое поколение, пятое поколение, как бы, идет смена все-таки кадров. А у Путина, там, как бы, только, как бы, они пенсионеры, там, 70 лет, они еще и, как бы, тяжело больные, как бы, и они являются, как бы, ближайшим окружением Путина. Но мы понимаем, почему это так. Потому что просто он боится потерять власть, конечно, поэтому держит, как бы, этих стариков вокруг себя, думая, что, как бы, вот эти больные люди, как бы, не являются ему, как бы, какой-то опасностью. Но, тоже, как бы, безумие. Вы должны понять, что это безумие. Потому что так не делается. Великая держава, ядерная держава, как бы, это недопустимая кадровая вещь. Недопустимая. Но, видите, диктатор, властвует диктатор, там, почти, так сказать, полномочия Сталина, и он вытворяет, что хочет. Даже, как бы, ему говорят, что меняйте кадры, я, как я понимаю, замруководителя администрации президента Кириенко, как бы, попыталась делать такие предложения, что надо менять кадры и обновить кадры, как бы. Но, видите, мы уже, как бы, в 22-м году, а Путин, по-прежнему, как бы, ничего не делает. Абсолютно больной Патрушев появляется на соседании Совета Безопасности, если что-то там несет. Ну, что это, нормально, что ли? Это, конечно, ненормально, но, вот, показывает эту ситуацию. Ну, Патрушев только один из таких лиц. Конечно, у Путина этих старых друзей из КГБ хватает, которые там ему советуют. И, не знаю, надо забыть, что вокруг него, конечно, есть и другие там люди, связанные с военной разведкой, такой, скажем, Сечин. Но, здесь, конечно, надо сказать, как Путин, что это вообще такое, конечно, потому что это интересно, конечно. Дело в том, что, конечно, как я понимаю, случилась вот такая вещь, что он ходил в разведскулу после университета, и его как бы подготавливали как провокатора. И серьезно изменили его личность. Видите, я тоже здесь хочу сказать, что это не спекуляция, это обычная как бы работа всяких разведывателей школ, скажем. Я видел людей, скажем, которые закончили, скажем, военный институт в Москве, а это занималось там пропагандистами для вражеских армий, чтобы там, скажем, и верить, переубеждать израильских солдат в войне или где-то там. И я видел этих людей, я был просто как бы поражен. Их психика была сломана, это было как бы насилие над личностью. Но добились как бы результата, они били эти люди себя абсолютно безумно. И вот Путин такой же человек. Вот я понимаю, что не на каждого человека вот такие школы влияют таким образом. Есть, конечно, более сильные личности, которые отвергают это такое насилие над собой. Но вот Путин явно изменился, его личность изменился. и не случайно Немцов, который хорошо знал, так и говорил. Ёбнутый, ёбнутый. Это не просто какая-то эмоциональная оценка, а вот оценка его как бы психологическое состояние. Но, видите, многие спрашивают, ну а где же это еще видно, что ёбнутый? Видите, у него было два дочери с женой Людмилой. Но, когда он стал президентом, он стал реализовать свои фантазии. Скажем, хотелось иметь сыновей. Конечно, мы должны понять, что эти сыновья не появились из какой-то сексуальной связи с какой-то женщиной, а это было исключительно использовано просто женщинам, чтобы они рожали. Конечно, дети получились из, конечно, так сказать, не прямого пути, а просто из пробирки там делали эти детей. Но и пошло-поехало. Вначале это Светлана Кривоногих, но там была неудача, родился дочь Елизавета. Потом взяли Алина Кабаева, которая, говорят, четыре уже родилась сейчас, все сыновья, и задача выполнена. Надо сказать, что многие имели от этого большой плюс, скажем, Дмитрий Анатольевич Медведев, который организовал все это, Ястрыжемский, Усманов, Ирина Винер, все они участвовали в этой операции, и они много имеют от этого успеха, так скажем. Но видите, что это как бы все нормально, мы читаем, что это все должно так быть, это причуды богатых или причуды каких-то людей большой властью, что ли. Нет, все-таки это все выглядит ненормально, конечно, ненормально, но это показывает, что мы имеем дело вот таким нормальным человеком, и нет никакой сомнения, что вот когда его все-таки лечат, используют очень сильные какие-то средства, чтобы лечить, его личность еще больше изменяется, и, конечно, возраст, мы знаем, люди становятся более жесткими такими, многие, там, вот эти все эти политики, если мы смотрим, там, то ли Ленин, то ли Сталин, мы видим, что возрастом они становятся еще более страшнее, конечно, так что все это мы видим и в связи есть, конечно, с Путиным, и просто поражает, конечно, что вот такая великая государственная Россия позволяет такому деятелю действовать, что ему удастся каким-то образом как бы убедить высшее руководство, что его фантазии, как бы, они очень выгодны для России, но вот думаю, что именно война с Украиной, конечно, поколебала, конечно, уверенность как бы всего в руководство, что они имеют дело нормальным человеком. Арне, я прошу прощения, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, не отключайтесь, оставайтесь с нами, мы дальше продолжим. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции Народная волна Чикаго. Напоминаю, что это самая действительно популярная радиостанция на Среднем Западе США. Мы говорим о событиях в Украине, мы говорим о Владимире Путине и наш собеседник, эстонский журналист и политолог Арне Ведло. Арне, вы с нами? Да, я с вами. Арне, мы в предыдущем перерыве, до перерыва говорили о окружении Путина политическом, а теперь я хотел бы задать вам вопрос об бизнесе, большом бизнесе. Известно, что у них сейчас отбирают яхты, накладывают аресты на их вилы, но с их стороны идет полное молчание. Как вы считаете, почему и кто сегодня из бизнесменов наиболее влиятельен, который может быть оказать влияние на Путина или привести элиту к Роскову, например? Ну, ситуация аховая, конечно. Люди не понимают, конечно, что Путин натворил. но приведу вам один пример. Россию тащат товары из Китая огромными морскими контейнерами, на танкерах, конечно, через Суэс и так далее. Это главный морской путь, через который Китай торгует с Россией. Вы же понимаете, сейчас санкции. Все это как бы закрыли. Роттердам не обслуживают, не обслуживают, Камбург не обслуживают. Все это стоит. И на местах европейских странах где-то товар стоит, говорят о том, что надо это все вообще конфисковать. Но вы же понимаете, он начал эту войну, и конечно же эксперты-то знали, что будет, что там будут закрывать. Но что-то там Россия не была готова к этому, конечно же благодаря Путину. Потому что если ты такое делаешь, ты должен был делать транспрехаб конечно с Китаем с другой стороны. Есть прямая граница Китая и Россия. Есть железные дороги. Но почему-то если мы смотрим в Владивосток, там же какие-то четыре парохода стареньких там только они никак не могут обеспечить этот огромный товарный поток, который из Китая идет в Россию. Я не говорю о российской железной дороге, просто она не в состоянии обслуживать такое количество этого товара. Это Путин все сделал. Он поставил Россию на колени своей глупостью, конечно. Именно глупость, потому что понятно, что какая-то секретность и так далее, все это там было. И на самом деле все эти важные чиновники, которые там у Мишустина работают и так далее, они все равно не были готовы к такой ситуации. Не были. Но вы можете понять настроение ведущих российских миллиардеров, олигархов. Но они же отличаются очень многое. У них громадные предприятия, громадные экономические задачи, которые конечно же тоже там навязывают иногда даже стороны российского правительства. Но как они все это могут теперь делать? Но никак не могут они это делать. И конечно же хуже того, если бы готовились, может были легче какие-то условия. Сейчас вообще катастрофа. И конечно же поэтому вы видите какое-то неодобрение конечно есть со стороны олигархов деятельности этого Путина. Но все же эта компания «Мы за мир!» который вы видите. Фридман говорит «Я за мир!» Абрамович говорит «Я за мир!» Это все же компания, которая администрация президента позволяла им вести. Потому что делать было уже нечем. Поэтому это не так, что они лично это просто личная позиция была и они вышли с этим. Нет это просто компания со стороны кремлевских администраций чтобы каким-то образом и спасти отмыть перед западным сообществом. Но это конечно не особо помогает, потому что принято со стороны государственных штатах Америки очень жесткие решения. Они надеются Англии на суды, они хотят идти в суды английские и поспорить с правительством с всеми конфискациями. Но ситуация все же крайне сложная. Но вы должны понять, что это и есть путинские деньги. Это правда. что Путин как бы у него был такой из Питера еще жесткая позиция, что любой олигарх это просто его кошелек и какая-то часть этих денег иногда большинство этих денег, которые у олигарха есть, это его личные путинские деньги. Поэтому конечно когда вот эти средства конфискуются или замораживаются это конечно влияет на возможности Путина действовать в западном сообществе. Пока он был очень успешен в этом. Очень успешен. Видите, сейчас идет скандал вокруг Евгения Лебедева. Это сын бывшего офицера КГБ Лондонской резинтуры КГБ и известного миллиардера Александра Лебедева. И сейчас вот Англия скандал. Каким образом все-таки этот человек Евгений Лебедев стал первым Англии. Каким образом? Вот этот момент когда Борис Чонсон объявил что он будет первым как бы все были шоком. Тем более что человек требовал что он был объявлен лордом московским. Какая-то вообще комедия. Провокация просто. Но этот человек стал первым первым Англии. Сейчас оппозиция конечно поднимает вопрос чтобы все же там было нормально с этим делом. он конечно отбивается. Но это показывает ситуацию тоже. Сколько могли добиться с счет денег. Арне у меня вот такой вопрос. Хотел что окей. Каждая война когда-нибудь заканчивается. как вы думаете что после войны. Я имею ввиду конечно же развал страны. Может ли оказаться развал страны. И второй вопрос. Я бы как бы сразу задам два. Потому что я вспомнил о чем я хотел спросить. Дворцовые из истории России известны всегда дворцовые перевороты. Одни заканчивались скрываво. Другие как бы мирно. В 20 веке мирно. А есть ли предпосылки к дворцовому перевороту конечно есть. Потому что Путин как бы уж очень слабый стал. И он не болен. Он принимает неправильные решения. Он вредит стране. Это очевидно. Очевидные вещи. Но люди чуть-чуть как бы мистифицируют эти государственные деятели. Даже диктаторов. На самом деле это все очень просто. Если есть понимание что человек совсем не годится его просто выставить вместе с стулом вон. И это часто происходит в мировой истории. Происходило. Поэтому думать, что Путин такой человек, который не можно выставить стулом вон из его кабинета это наивность. Конечно можно. Но это конечно требует такого решения элиты, что вот это время пришло. Но думаю, что это время очень близо к Путину. Вот эта неудача Украины подчеркивает, что давно уже не годится президент. Но другое дело, что мы должны быть реалистами. Люди любят какие-то фантазии и так далее. Россия развалится. Никуда эта Россия не развалится. Это может быть уверенно. Все с этим Россия будет нормально. Другое дело, что экономическая ситуация будет. Что это приведет с собой настроение людей. Это совсем другое дело. Что касается Украины, видите, текущий процесс сейчас идет. 13 день войны. Но здесь тоже я не хочу никаких иллюзий. 95% российского военного потенциала сейчас направлено на Украину. По оценке Блинкена борются силы, которые нельзя сравнивать. Очень маленькая украинская армия и очень большая российская армия. Но конечно же в таких условиях у России огромное преимущество, даже несмотря на поддержку Запада и так далее. Поэтому ситуация военная тоже сложная для Украины. Но другое дело, что Путин думал, что они будут сдаваться. Он придет и они сдаются. Но не знаю, откуда это? Он пульнет калибром куда-то и поэтому люди должны ему сдаваться. Почему? И конечно, то ли Глазев русской весной уже свое время его обманул, то ли Сурков не сумел ему объяснить, что люди не хотят отказаться от своей независимости только по одной причине. Они знают, как плохо живется в России. Они знают, что ничего хорошего там России нету. Путинской России. И если они это знают, почему они должны сдаваться, войти в это в Россию? не хотят. Но что они не знают, как живут где украинцы? знают, какой жизни живут люди Луганские и Донецкие под властью этого Путина. Они же знают. Поэтому конечно это сверх наивности и безответственности и надо сказать, что это и предъявляет Путину сейчас, в том числе элита российская, что его позиция была наивна. Он надеялся, что просто он войдет и вся эта русскоязычная публика, люди, которые поддерживали избирательный блок бойко, они выйдут и будут его поддерживать. Но реально ситуация была совсем другая. И конечно эта ситуация не решится за какие-то недели еще и так далее. Дело в том, что конечно изначально у российского военного руководства не было плана оккупации Украины. Все-таки была идея, что будет марионеточное правительство, там местные руководители перейдут на сторону России и они там дальше будут этим делом заниматься. Россия не будет туда тратить никаких денег, а будет контролировать эту территорию. Вот это была идея. Сейчас конечно большая критика оказалась, что местные руководители и слышат, не хотят, чтобы они перешли в сторону России. Не хотят стать националь предателями. И это ведет к тому, что некому править. Мы вводим войска в какой-то город, ну и что? Мы не можем ничего с этим городом делать, мы не можем править этим городом, нету просто некого поставить туда. И мы видим такие ситуации, что вот взяли город, а потом вышли оттуда. Это же куром насмех конечно эта ситуация. Но это именно вот вина Путина конечно. Вот такая ситуация возникла. Видите многие ведущие военные аналитики тоже эту ситуацию анализируют и удивляться беспомощности российского руководства российских войск. Но еще раз говорю, это еще не говорит о том, что Россия не идет в военном смысле вперед и у него нет преимущества. Конечно у российских войск огромное преимущество и в Украине крайне сложная ситуация. Но я уверен, что украинцы будут еще бороться. Я очень на это надеюсь, что они будут все-таки выдержать этот удар России. И тогда конечно может быть на переговорах будет более сильная позиция Украины, чтобы получить то, что нужно. Но посмотрим конечно это сложная ситуация. Арнер, может быть у вас есть информация куда исчез Медведчук? Потому что это достаточно интересно. И что вы думаете о президенте Зеленском, о котором в России презрительно говорили комик? У меня к Зеленскому к сожалению очень критическое отношение. Я просто знаю откуда этот человек появился, с кем он связан, кто его были пиарщиками и что он за это годы сделал или не сделал. Это очень проблемная личность и я не буду хвалить потому что многие серьезные украинские деятели просто бешенствят того, что за три года произошло. Украина не оказалась в войне и это вина украинского политического руководства. Я не говорю, что даже если бы они готовились еще больше, они бы отразили военную агрессию России. Я об этом не говорю. Я просто говорю, что эти усилия не были достаточными, чтобы сейчас было бы легче бороться с российскими войсками, если бы эти шаги были сделаны. Они не были сделаны. Моё отношение к нему крайне критическое. Но сейчас он президент и должен руководить страной кризисной ситуации, войне. Но надеемся, что у него хватит моральных сил не сдаться. Потому что эта опасность тоже, конечно, присутствует, к сожалению. А вот сдаться нельзя. Сдаться вообще нельзя. Нельзя уступить. Есть еще силы, можно бороться и, конечно, нужно бороться. Так сказать, это касается Зеленского. Кто там другой был? Медведчук, куда еще кум Путина? Вот видите, мы приходим к украинской политике, а это черт ногу сломает. Господин Медведчук очень влиятельный человек, он был руководителем администрации президента во время Кучма и постоянно был с Путиным. Он большой друг Владимира Владимировича и действует в его интересах. Но это не мешает ему быть Украине и вот все эти последние годы вести все эти интриги. Вы должны понять, что большинство украинских президентов это его люди, он курировал этих людей, не надо никаких иллюзий здесь. Но видите, сбежал под домашнего ареста. Но, как вы понимаете, это невозможно. Помогли сбежать ему, потому что, как я понимаю, он нужен и переговор на процессе с Путиным, конечно, я понимаю. И у него много влиятельных людей, которые его поддерживают самой в Украине. Поэтому его и нет у кого. Но понятно, что он есть, что он еще будет нужен, скажем так, и Путину, а может быть даже и нынешний администрации Украины, чтобы там вести дела. Его прошлое, его прошлые дела, конечно, видите, они, конечно, есть, и мы можем там все это критиковать и быть недовольным его позицией. Но понятно, что это очень влиятельный человек, будет дальнейшим влиять на политическую жизнь Украины. Конечно, мы же понимаем, цель Путина, у него была цель марионеточное правительство, и, конечно, здесь, чтобы создать это марионеточное правительство, вот именно Медведчук должен был играть главную роль. Но вы должны понять, что идет война, не все так идет, как Путин хотел, конечно, у него фантазия. И идет переговорный процесс определенный, и эта ситуация могут меняться, кому-то придется уступать что-то и так далее. Так что это такая волатильная ситуация, и я не хотел бы здесь спекулировать, что будет, но могу говорить, что господин Медведчук будет играть в очередной раз очень большой роль в этих событиях. Арне, а есть такое понятие, как коллективная ответственность. Можно ли сказать, что российский народ и как страна, и как народ будут нести ответственность за действия практически одного человека, его руководства, его окружения? Да, это очень сложный вопрос. Мы прекрасно знаем, что такое диктаторы, и как они правят, Сталин, Сталин как правил. Но просто есть какая-то международно-правовая ситуация. И конечно, как Россия, как агрессор, он будет осужден мировым сообществом. И если будет такая ситуация, тогда он будет платить репарации к отрубюции этой Украине за все, что наделано, конечно. Но вот вопрос этого народа, это очень сложно. Но мы можем хаять русский народ, обвинить его в чем-то, но что это дает? Это ничего не дает. И диктатор делает свои дела, и пока политическая элита не нашла силы, чтобы отодвинуть этого Путина как вредителя, потому что он превратился в вредителя российского государства. Вот здесь и прям проблема. Это проблема элиты. Народ далеко от этого президентства. Он мало влияет на события. Россия очень большое государство, люди далеко от власти. Это тоже правда. Другое дело, что сколько у Путина было поддержки в его идеях таких сверх агрессивных шовинистических империалистических планах, сколько народ это поддержал. Говорить, что совсем не было никакой поддержки никак нельзя. Если мы видим агрессию против Грузии, сафат Крыма и так далее, видим достаточно было людей, которые в связи с военной огромной пропагандой поддерживали это агрессивный план Путина. И сейчас есть достаточно людей России, которые это поддерживают. И я просто почему это говорю? Почему? Потому что война их не касается. Война не на территории России. Люди не видят ничего, что влияет на их жизнь. А сострадание где-то там бомбят, но военная пропаганда говорит, что это все неправда. Вот так. И поэтому есть такая может быть нынешние экономические санкции серьезные переделывают мнение многих россиян. Очень может быть. Но все-таки обвинить людей принципу, что ты русский, это глупо, это ксенофобия вам не поможет решать ни одну ситуацию. Другое дело, что вы должны понять, что Россия как государство, как государство-агрессор, конечно, несет полную ответственность, что он делал и должна за это платить. Арна, большое спасибо за это интервью. К сожалению, время подошло к концу. И мы хотели бы, как говорится, не прощаясь, сказать, что мы были очень рады с вами еще в будущем побеседовать. Берегите себя, всего самого наилучшего. И, как говорится, будем на связи. До свидания. Спасибо еще. Спасибо.